всем привет на обзоре сегодня максим классический красный стандартный современный который во всех магазинах продается я постараюсь говорить побыстрее потому что у меня память может кончиться значит изготовитель интернешнл табака групп волга блять по моему раньше по-другому это обычной компании называлась но похрен максимум качества написано стоит они 136 рублей 12-22 партии да даже по деньгам честно скажу они брать не тянут на эти деньги вообще дорого и тут максим сигарет они всегда были сигаретами дешманской серии то есть дешманские сигареты были братья их раньше за копейки мы покупали были но тогда блять качество было хорошее блять их курить даже можно было вполне бля сейчас таких уже нет например там 2007 году я помню их курил например да они стоили копейки блять но качество было хорошее сейчас наоборот блять качество стало говном но в целом но я сейчас про даже про все сигареты говорю они только про эти про и сейчас поподробнее попозже скажу вот качество упала блять химозы всякой запихали быть химическая хуйня стала и блять 136 рублей за эту хуйню я должен отдавать что любит а если человек курит пачку в день например такой хуйни это 136 умножить на 30 близ это сколько у тебя в месяц выйдет нахуй на покупку этого говно близ допустим что-то вообще как-то были все нелогично стало близ под дебильному близь переплатах узнать какие за говно блять буква м на фольге штук 5 мне осталось сейчас секундочку набивку проверю да сука чем короче по набивки в принципе более-менее дальше я согнуть не могу она они подсохли тем более они сейчас треснутая себя дальше было гнуть но более-менее ладно фильтр у них короткий я вот не люблю такие фильтра блять короткие блять потому что к середине сигарет они блять крепость резко увеличивается и да и вообще в принципе максим классический значит значит давайте побыстрее значит только открываешь пачку в принципе вот из пачки пахнет приятно блять ну приятный запах такой сигаретный блять нормально я не знаю не табаком особо может не прутом но и кондитерской чем-то тоже не претну ну пахнет немножко соусом каким-то блять и ну приятный запах в принципе да неважно за счет чего от сигарет тоже вот сейчас нюхаешь блять чувствуется что соусом маленько прет ну и табачный счет такого около табачной тоже чувствуется и маленько соуса значит теперь по поводу сигарет значит я буду говорить все что в голову приходит, я уже не знаю, тут про что про них говорить. Значит, горят, давайте начнем с горения сразу, блядь. Горят они со средней скоростью, то есть не очень быстро сгорают, но не очень долго горят, то есть вот. Значит, табак в этих сигаретах есть, да. Значит, сигареты в принципе... Что за херня, подождите. А, вспышка, блядь, батарея дохнет. Короче, у меня вспышка села, ну хуй с ним видно, главное. Значит, этот... Табак в них в принципе есть, даже я бы сказал, в основе табак тут как ни странно, но есть. Вот, конечно, может немного мусором разбавлен там и так далее, но похрен. Но сигареты в принципе эти табачные, вот, это первый факт, я просто буду факты говорить, блядь. Вот, они не из бумаги сделаны, нет, табачные в принципе сигареты, но табак тут, конечно же, посредственный, вообще прям дешманский табак тут, блядь. Никакой нихуя не качественный, а такой дешманский ебучий табак, ну похрен, зато табак, а не бумага. Потом, они пропитаны соусом, то есть в определенном количестве. Конечно, бывает более химозные сигареты и более засоусированы, да, но тут, тем не менее, есть соусы, блядь, они сразу во вкусе чувствуются, то есть, их когда куришь, вкус, как бы, скажем так, 50 на 50 полу соуса, полу табака, блядь, вот. Дешевого табака. Может быть, они этим соусом немножко, блядь, приулучшили вкус, скажем так, этого табака. Без соуса, может, он был бы чуть противнее, в принципе, ну ладно. Плюс во вкусе чувствуется небольшая там горечь какая-то, химия, блядь, вот все это ебала, блядь, тут чувствуется. Немножко горечи, немножко химикатов, блядь, чувствуется, немножко соусов, блядь, но и табак, в принципе, тоже, конечно, чувствуется такой посредственно. Ну, не знаю, короче, в целом, в совокупности, блядь, я не знаю даже, что сказать про эти сигареты, они, как бы, имеют место быть для современных, они еще более-менее, то есть, они лучше, чем Мальборо Красный, например, вот, серьезно говорю, вот это лучше, чем Мальборо Красный, блядь, лучше, чем Элэймы, вот эти все красные, блядь, современные, лучше, чем Филипп Моррис и вот это все. Вот, как ни странно, этот Максим, он будет получше, если сравнить с современными вот этими брендовой хуйней вот этой, да? Которые уже давно, блядь, от своих брендов там ничего не осталось давно уже, то есть. Лучше, я еще раз говорю, чем Мальборо, чем Честерфилд, который слишком, блядь, с солевым никотином пропитанный, блядь, или хуй, значит, там одна хух, ямозная шляпа, да? Блядь, Максим будет чуть получше, но, значит, минус в этом Максиме в чем? В том, что все-таки какая-то, блядь, тут крепость, она вроде как-то наполовину натуральная, вроде, наполовину ненатуральная, короче, все-таки в башке от них, блядь, не то, чтобы с них прямо по башке не ударяет, как бы, да, особо, но маленько все равно в башке что-то чувствуется, небольшое давление какое-то, блядь, что-ли, после перекура этих сигарет, поэтому какая-то тут либо химию какую-то использовали, либо мочевину, либо что-то, блядь, в определенном, но не в очень огромном количестве, в таком небольшом. Бывают сигареты, которые по башке реально жестко бьют, нахуй, эти бьют как бы, скажем так, по башке слегка нахуй, но не сильно, даже несмотря на свою крепость, несмотря на то, что не красный. Поэтому что-то из этой химозы, из этой серии там есть, чтобы, может, никотин быстрее усваивался или, может, мочевина или что-то такое, может, по-любому, 100% тут это есть, как бы, потому что нормальный чистый табак не может так, блядь, за пару секунд уже башка у тебя взбадренная вся, блядь, я, сука, покурил, сейчас взбодрился от них, нахуй. Это ненормально для нормального табака, то есть, вот, чтобы ты, блядь, несколько затяжек сделал, и ты уже, блядь, взбодрился что-то, нахуй, через пару минут, там, через минуту. Ну, ладно. Но тут, опять-таки, говорю, умеренно это все, то есть не очень много. Короче, под бухло эти сигареты не особо пойдут, например, если там пиво пьешь, блядь, потому что я вот не люблю, когда пиво пьешь, что-нибудь химозное покуришь, блядь, ты только вроде расслабился, блядь, нервы успокоил, там, полбутылки пива там выпил или сколько, да? А тут химикаты вот эти вот покурил, блядь, химической, с мочевиной хуйней, блядь, у тебя по башке как въебало, блядь, и ты опять в стрессе весь ходишь, короче. Короче, не знаю, как объяснить, блядь, это так, с утра покурить может, да, чтобы проснуться получше пойдет, ну, вот и все. Потом, следующий момент, эти сигареты, знаете, какие по вкусу, они, эти сигареты такие мужицкие, блядь, сигареты для мужиков, блядь, которые, я не знаю, там, на заводе работают, там, хуй знает, да, вот как-то так, то есть это подростки, школьники, блядь, вообще даже не притрагиваетесь к этим, вы, блядь, от них или блеванете, нахуй, или вам они просто не полезут, вы их курить не сможете. Молодежь там и так далее, сразу предупреждают. Сигареты достаточно потом, в следующий момент, они достаточно крепкие, в принципе, но где-то первые одно-третье, они сначала какие-то средние крепости, то есть не очень крепкие, а вот потом резко начинает крепость раскрываться, блядь, особенно на середине сигареты, вот на середине докуришь, да, и реально крепость прям увеличивается на глазах, прямо, блядь, и причем увеличивается еще привкусы сами, вот эти вот неприятные. И горечь там начинает усиливаться, и вот этот вот химический вкус вот этих соусов, блядь, всей этой хуйни дешевого табака, весь этот вкус начинает на середине вообще раскрываться, блядь, в двойном размере, нахуй, и крепость, причем увеличивается почему-то ни с того ни с сего, прямо в разы увеличивается. Сначала они вроде легенькие какие-то, блядь, средние, а потом хуякс на середине они вообще прям крепкие становятся, то есть вот как-то так, такой еще момент. В целом я это говно больше не куплю и курить я не буду, вот. А вы, я не знаю, может кому-то это пойдет, в принципе. Это, в принципе, вот если среди современных взять, которые во всех магазинах продаются, это, в принципе, не самый плохой вариант, как бы, да, но, блядь, не знаю, я их не куплю больше, то есть мне что-то они не особо зашли, потому что, блядь, что-то там эти соусы, химоза, блядь, по-любому есть. Ну, табак в них есть, я еще раз говорю, но, тем не менее, и соусы и так далее тоже есть, поэтому думайте сами, у меня память кончается, сейчас, походу, телефон сдохнет. Не знаю. В принципе, я даже не знаю, что сказать, блядь. Кому-то они зайдут, да, кому-то там, какими-то, блядь, взрослым мужикам, кто крепко любит курить, да, блядь, базара нет, но, блядь, молодежи нет, сигареты вообще не пойдут, то есть. В принципе, я их скорее не советую, но вы думайте сами. Вот. Все, пока.